набутов здесь общество на правах рекламы здрасте дорогие друзья сегодня нас вторник замечательный день приятные гости у нас иногда бывает в рамках проекта набутов здесь сегодняшний день исключение давайте вынырнем ненадолго из новостной ленты это очень полезно для психики я вам советую и уделим уделим время себе по большому счету практическому практически применимому важному тем более вот по прогнозам наступает весна это не только время прилета грачей и всяких других предметов это еще как выясняется время замены окон и у нас в гостях потрясающе интересный чел но он дустрей в индустрии его хорошо знает это владимир пятюшин руководители основатели группы компании пластика окон и мелкая володя прием доброе утро доброе утро дорогие радиослушатели прекрасное утро но я надеюсь что она у вас будет таким я что хочу сказать на всякий случай если вы не знаете володя крупнейший производитель окон в нашей стране так есть евро окон как их раньше называли пластиковых короче говоря стеклопакетов более сколько миллион миллион три миллиона миллион триста тысяч квадратных метров окон две тысячи дилеров ну просто а начинал маленьким маленьким совсем сколько это было 20 лет назад до 22 года назад начался всем маленьким да и сейчас вот уже вот так вот сижу с вами здесь прекрасность это честь для меня уже рвала для меня тоже ребят плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 номер для ваших ватсап сообщений я уверен что с оконной темой сталкивались многие володя если что ответит на ваши все практически применимые вопросы по оконной теме вся их там тут оказывается миллион интересных нюансов вот тем более что сейчас весна и с какой погодой с какой температуры рекомендовано чтобы ведь вопрос не только купить окно вопрос его еще поставить правильно это 50 процентов успеха вот как как вы рекомендуете ну когда уже после так скажем нуля уже можно спокойно смело ставить окна менять менять старые на новые это связано с не знаю с материалами с пеной садкой пены нет это в основном связано с монтажной пеной в общем-то в минус 20 там ничего хорошего не получится окей хорошо про окна значит вы в свое время насколько понимаем вы вообще уникальный тем что вы производите свой собственный профиль из раньше это было видимо какой там есть до нашего уникальность мы три хау там мы знаем все эти названия это было когда-то а сейчас вы все делаете сами мы да мы немножечко необычная компания в этом оконном рынке мы да мы сами для себя экструдируем оконный профиль мы сами в свое время решили что мы это будем делать исходя из того опыта и знаний и технологий которые мы накопили за это время и сделали вот для нашей страны так скажем для окон нашей стороны свой уникальный профиль и в чайную профиль ну что я буду спрашивать ну и в чем уникальность вашей профильной системы у них вы знаете да вроде бы казалось бы что там может быть уникального но там тоже знаете есть в этих это рама короче да это рама замкорка да это мы производим вот эти рамы как вы их называете по по иной технологии у нас у нас в два слоя мы их экструдируем если в общем то стандартная это моно экструзии в один слой всегда так было то сейчас уже технологии пришли к тому что мы их экструдируем в два слоя что делает это внутренний слой из переработан вторичного пластика и внешний слой вот этот внутренний слой он делает профиль более жестче с одной стороны он делает его экологичным с другой стороны и с третьей стороны в то же время он более доступны по стоимости здесь взять не только вы действительно делаете вы много говорили за эфиром про экологичность вы действительно это делаете из переработанного пластика да конечно вы поймите что до много для многих наших слушателей вообще сам факт того что у нас оказывается пластик еще крупных городах сортируется или если мы сортируем это не уходит куда-то в песок и потом в гранулы перерабатывается и уходит в том числе к володе на производство смотрите мы собираем пластик со всех производств россии мы наладили процесс мы единственные производители оконного профиля которые наладили процесс здесь в россии даже немецкие вот эти гранды они так не делают мы собираем весь пластик со всей россии перерабатываем делаем из него гранулы и и и потом же экструдируем во внутренний слой невидимы глазу что делать такая зная с такой основа скелет профиля а внешний слой на самом у нас из качества и уже из качества компонентов белый там ультра глянцевый То есть в два слоя А почему вы скажете, что Если окно делается из переработанного пластика Оно более надежное? Не окно из переработанного пластика А с использованием Переработанного пластика Внешний слой это первичный слой И внутренний слой из вторичного переработанного пластика Потому что это физический процесс Вторичный переработанный пластик делает материал жестче Это да, это 100% так И еще знаете Как делается броня Это например не 10 мм металла Это 10 1-миллиметровых металлов Которые между собой связаны Понимаете, это тонкие пластины нарезан Мы знаем, так делали Дамасская сталь так же делается Много-много-много раз в слоев И японские мечи так же делали Раньше окна Вот рамы профиля, они экструдировались В один слой, то сейчас технологии Уже изменились, и мы, конечно В авангарде этих изменений В авангарде этих технологий Мы ее адаптировали в России Единственная компания в России, которая сегодня делает Свои окна по вот новой Технологии Которая в том числе И она очень экологичная технология Окей, ну это важно просто Для меня, например, это важный аспект То есть это Значимый повод Сделать тот или иной выбор А сколько вообще компаний сейчас таких активных Игроков больших на рынке? Компании, которые делают Окна, или компании, которые экструдируют профиль? А, это еще и разные вещи, да? Точно, ты можешь экструдировать профиль А на его основе другие делают окна Вы делаете полный цикл Как правило, да, оконные компании в России Они покупают профиль у тех либо иных Производителей профиля То вот, ты говорю, наш нюанс в том, что мы сами Для себя экструдируем То есть мы сами контролируем качество То есть мы сами придумываем Технологии И сами их адаптируем И делаем максимально качественный продукт Что такого новенького вы еще в технологическом плане Вот в современных окнах Мне казалось, что просто вот как они появились Вот стали массовыми А это совпало примерно с Ну это в 90-е годы Когда там пришли западные окна Тогда же они появились и в Европе И вот с тех пор Вся вот эта конструкция Я не про стекло А про сам профиль Про само окно Да, про саму раму Вы правы Запоры, вентиляция Тра-ля-ля Все это примерно так Все верно Все верно До тех пор Пока компания Пластикокон В моем лице Не стала экструдировать Свой собственный продукт Который мы Эта технология На самом деле Она пришла из Европы В Европе Очень жесткое Эко-требование И там В В профиле окна Должно быть Не менее 40% Вторичной пироги Пластика И они там Сделали просто Ко-экструзию Двойную экструзию И мы эту технологию Притащили сюда Адаптировали ее здесь И успешно сейчас Ее здесь юзаем А что еще нового Может быть сейчас Вот в оконных технологиях В целом Себрать окно Ну Разные запоры Фурнитуры Новые появляются Я не знаю Может она свежая Светоотражающая Энергонакапливающая Это тоже можно у вас сделать Все верно Разные напыления на стекла Да Светоотражающие Как вы сказали Энергонакапливающие Мультифункциональные Они реально Мультифункциональные Яичницу готовить Яичницу на них Конечно не надо Зачем Потом появляются Новые виды фурнитуры В том числе Знаете там Детская безопасность Противовзломные Много что интересного Для того чтобы Максимально Бронебойные В том числе Актуальная история Для многих Да В том числе Не бронебойные Там Закаленное стекло Либо стекло Триплекс Ну в том числе Там да И кстати Бронебойное стекло А это отдельно Это кастомайзинг уже Да То есть мы Мы можем взять Ваше стекло И сделать его Окно И сделать его Бронебойным Или вы можете Это на производстве Вы можете Это сделать Рома Можешь спать Спокойно Ну я пока И так спокойно Сплю на 14 этаже Виктор Кириллович Поэтому да Обращайтесь к нам Как раз сейчас Сезон наступает Время менять окна У нас огромный опыт Более как я уже сказал 20 лет На рынке А так а как Делаются Пуленепробиваемые Стекла для квартиры Ну точно так же Или неразбиваемые Тоже для детей Кстати это важно Стекло 3 миллиметра Наклеивается Пленка Потом опять Стекло наклеивается Слоями 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 Так же как мы и профили Струдируем Два слоя Это уникально для России Только у нас Извините За лишнюю рекламу Важный 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 вопрос Но не единственный Интересный У меня как у потребителя Живущего в большом городе Вопрос Я в свое время Сделал большую ошибку Поставив стекла С однослойным стеклопакетом Думал он мне не очень Однокамерным Извините Извините Думал что мне не очень шумно И в результате Получил весь набор геморроя А уже обратно Переиграть не получится К сожалению И очень шумно Получится Мы можем вам заменить окна А ну вот только таким Радикальным Это в Петербурге Ну там тоже В чем Велика ли разница Между двухкамерным И трехкамерным Например Пакетом С точки зрения шума Там пылепроницаемости Не знаю что еще Теплоизоляция Шумоизоляция Водопроницаемость На самом деле нет Разница незначительная В деньгах Нет Она незначительная Но в ощущениях Она значительная У нас есть Новая система Уникальная для России Там 80-миллиметровая Монтажная ширина И 100-миллиметровая Створка широкая И туда мы можем поставить Трехкамерный пакет То есть четыре стекла Это вообще просто Идеально Для шумоизоляции Ну и в том числе Конечно Вот такой пакет Если я на трешке поставлю Вот на третьем Знаете Бывают люди Которые покупают Квартиры в новых Красивых домах Но прямо с окнами На третье кольцо Да Москвичи Извините Мы до всей России Но в каждом городе Есть такая Моя вот прямо Красивые Высокие У нее прямо окна Вот прямо Все Получаешь Оттуда С трешки Можно сделать так Чтобы вообще Не слышно было Ну практически Вообще ничего Слышно не будет Мы такие делаем И многие застройщики Сегодня да Уже очень сильно Обращают на это внимание И ставят Специальные Шумо Непроницаемые Так скажем Стеклопакеты Кстати Стекла Все тоже наше Да Сейчас Ну собственно Песок и сода Сейчас все наше Да Стекло это песок и сода Все верно Так что ребята Если вам говорят Что мы Так сказать Делать ничего не умеем Нифига подобно Окна уже полностью Нет Оконный рынок Да Оконный рынок Он давно уже Адаптирован в России А фурнитуры тоже делаем Все запорные механизмы Все делаем В России Все У нас фурнитура Смотрите Она идет Из Германии До сих пор идет Фурнитура идет Из Турции Из Китая Ну и в том числе В России Появляются игроки Вот появился недавно Компания Футурус Да Наш партнер Полностью в России делает В Моценске Орловской области Полностью Окей Так Подскажите Делает ли эта компания Жалюзи Внутри стеклопакета Юрген из Москвы Хороший вопрос Конечно Хороший вопрос И идеальное решение Для блэкаутов И для всего остального Само собой У меня вот такие В московской арендованной Кахате Стоят огромные стекла Нестандарт Кстати про нестандарт Тоже есть несколько вопросов Давайте Давайте И вы говорили Что одно из ваших фишек Что вы именно Под российские Типовые дома Лучше подходите Чем там известные Немецкие профили Лучше подходим Ну я это хрущевки И всего чего полно У нас просто огромная Широкая Продуктовая линейка Которая Рассчитана На любой Абсолютно вкус От там А до Я Вот За самых Там знаете Экономичных Кто экономит До самых там Супер 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 Друтых окна При одной площади Окна Разница между Экономовариантом И дорогим Окном Сколько Прямо в деньгах Конкретно В деньгах Это будет В районе 20 тысяч рублей Разница Разница Да И старт Если мы говорим Просто про окно Ну понятно Что она может быть Одностворчатым Двустворчатым В разные стороны Открыв Одностворчатым Ну при всех равных То есть площадь остекления Если равная Да Ну 20 наверное Тысяч И это будет Однокамерный Пакет против Трехкамерного Против трехкамерного С жалюзью внутри Ну жалюзи Может быть еще Не придется Немножечко доплатить Ну жалюзи Это немножко Не стандарт Ну я думаю Жалюзи Будут стоить Внутри стеклопакет Если мы будем Их делать Где-то порядка Плюс 5000 рублей На метр квадрат Ну Решение прекрасное Да Можно без шторжи При желании Так Как сделать Чтобы окна Не рыдали От разницы Температура Ваш Благодарен И подписчик Китс из Яката Где вы кстати Тоже представили Это вопрос Ну Производства Изготовления То есть окна И Самый И немаловажный Вопрос Именно монтажа И монтажных материалов То есть Если Я хочу Извините Что значит окно рыдает Это какая-то Ваша профессиональная Термина Это что оно Потеет что ли Все Ну да Внутри Внутри прям Внутри да То есть Ну прям течет Такое бывает Так а как Там же я думал Что там газ Или там вакуум Наоборот Нет 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 Есть внутри вакуум Есть внутри газ Но это скорее Не стандартно Стандартно Там ничего Внутреннее Там обычный воздух Если окно Неправильно Смонтировано То оно будет Плакать И чего делать Перемонтировать Перемонтировать А такое Ну можно такое Да Это можно Ну да Это можно Ну конечно это можно Но лучше да Обращаться к более опытным Так скажем Производителям И продавцам Которые Ну там Мне надо почитать отзывы В конце концов Ну что-то такое Это важно Володь Если мы будем Я о чем-то вот Начинаю читать отзывы Я в результате не покупаю ничего Тогда Потому что на 5 хороших отзывов Будет 5 таких же плохих Это все Согласен Да Ну работа монтажника В этом вот деле Да А вы даете В дальнейшем Как бы эксплуатация окна Его качестве Она очень важна Она очень важна Я Мы об этом говорили за эфиром Вот это тоже мой случай Может быть окно у меня Неудачно было выбрано Потому что денег не было И дешевое Это было очень давно Когда? В Петербурге Ну это было в 99-м Самый первый Наверное Нет В 2002-м году В Питере оставил Какой-то Халабуди Там купил В какой-то конторе Батя дал 300 баксов С плеча Говорит Ладно Я купил 3 окна 3 окна И еще 3 заказал Сам да Может 400 Они стоили Тогда я еще потом Сколько их отдавал Эти деньги Под процент Мне дал Ну как у нас Такие семейные отношения Ладно это не имеет Отношения к делу Сейчас Так вот в чем смысл Я ошибся Ну не было баб Взял одностворный Ну мы тихо Ну более-менее Холодно во-первых Во-вторых Шумно И в-третьих еще Криворукие монтажники Там так все примонтили Что даже сетка Не приделывается Как ну Это москитная Дело не в этом Вы же даете Такие услуги Да И отвечаете За качество Прямо если Ну то есть За ваши У нас полный цикл Если мы сами Струдируем профиль То конечно Мы сами делаем монтаж У нас собственные Монтажные бригады Сертифицированные У нас ребята Постоянно проходят Обучение И аттестацию То есть Мы с этим не шутим Ну это важно Если что Они приедут И сами перемонтируют За сколько можно Максимально быстро У вас вот бахнуть Ну вот что-то Семь Послушал там Наверное время пришло Какие-то деньги есть Надо поменять окна Вот за сколько От заказа Ну неделя Неделя Все Неделя Любой Это даже не стандарты касается Ну смотрите Смотря какой не стандарт Потому что окна бывают Арочные Бывают там С кривой геометрией Трапециевидные Мы говорим Про стандартные окна А экраны случайно Еще в окна не вставляются? Экраны О, кстати Есть вопрос трансляции И я тут реально задумался Ну мы движемся вперед И технологии не стоят на месте А экраны в окна еще не вставляют Дисплей Дисплей Нет Пока еще не дошли В принципе Есть же гибкие дисплей Я видел корейцы или японцы Ставят Южная Корея делает это Да Но это знаете Это будет Это не совсем наверное Конструктивно именно в окне Это будет стоить огромнейших денег Вообще Огромнейших денег Я не говорю Я не говорю что это массовое решение Для самых безумных Для самых безумных Да Можно сделать все что угодно Из Южной Кореи Такое стекло есть Вы бы видели Какие они делают унитазы И японцы Да Это фишка Это фишка Виктор Привет Спроси Как правильно Произвести этап Установки окна Или остекления лоджии Какие применять материалы Жека Но я не думаю Что это по вашей части Почему Что значит этапность Но Конечно лучше окна Менять вот именно сейчас В более холодное время года Потому что сразу можно проверить На там Плачет не плачет Дует не дует Но в принципе Сегодня материалы таковы Что позволяет окна ставить Круглогодично Без всяких проблем Мы например Зимой когда лютые морозы Мы используем специальные Теплые экраны Мы закрываем проем Чтобы внутри было тепло Не так скажем Не нарушать температуру В квартире Там или в доме И Разные используемые материалы В том числе Короче говоря Ребята Все очень просто Если что К Владимиру Петюшину Сказать Что он был Он был у Набутова Под серебральным дождем Они все это знают Мы только что запилили Кружочек В их Меж Дилерский Чат Если что Да Канал Если что Он отвечает Своим приходом сюда А мы перед вами И они вам все поставят На лоджии под ключ Конечно И будут отвечать за качество Так Быстро Быстро Куча вопросов Добро Какова география установки Ваших окон Сочи и любовь В прямом смысле слова От Калининграда До Владивостока И от самого севера До самого юга То есть мы В основном Мы представлены Конечно В центральном федеральном округе Ну вот мы недавно Открылись Любовь из Сочи И в Казани Любовь из Сочи У нас есть партнеры В Сочи В Адлере В Краснодарском крае У нас есть партнеры Которые все сделают Тоже Окна мелкие Все Все Так На стекло Клеится Простаточная пленка Обратной проекции И транслируешь картинку С проектора Вот тебе Рома Дешевое решение Уже решение Что ты корейцев Не кормил В сложное для страны Время Сволочь Так В Америке есть окна Которые затемняются Нажатием кнопки На пульте А то же самое Да Это та же самая технология Ее можно затемнить Можно просто Заматовое сделать Вы можете это сделать Да можем конечно Ну то есть А это я у вас могу Прямо заказать Или это я должен вам Припереть на производство Отдать Нет Вам ничего Переть никого не надо Вы просто нам Говорите свои пожелания Мы это исполняем Так Ой про лоджии пошли Ля-ля-ля На строительные темы Сюда популярны Так В последнее время В пакетах стали трескаться Новые стекла Особенно в новых домах От солнца и вибрации И вообще не понимая чего Я ремонтник квартир В старых пакетах Такого не бывает Александр из Москвы Коротко с чем это может быть связано Нет Это не из-за жары Пакеты могут треснуть По каким-то Либо механическим причинам Либо неправильно Окно изготовлено В цеху Ага Ну у вас такого На производство Но у вас такого конечно нет Даже если есть У нас есть служба сервиса Мы быстро все меняем Да окей Петюшин если что Отвечает своей репутацией Володь спасибо большое Интересно У нас 150 миллионов вопросов Я вам их перешлю С вашего позволения Вы лично на них ответили Руководитель и основатель Крупнейшей группы компаний В России По производству окон Экологические еще С серьезной Экологической составляющей Пластика окон И мелки Был у нас в гостях Володь Всем спасибо Было классно Давайте хорошего вам сезона И выйти на Можно я открою цифры Конечно Вы выйти вам успешно На 9 с небольшим Миллиардом рублей оборота Как вы поставили себе В этом году Спасибо Спасибо вам огромное Спасибо что пригласили Новости от Игоря Наумова Короткие экономические Затем немножко полчасика вам Музончика Вот А я прощаюсь с вами До завтра В 10 утра Ваш любимый Наши экономические разговоры С Евгением Наборшином Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok